Утро от первого, мы на месте. Тринанс за ругодом, вручили эту сквозную поездку. Уже принято, уезжаем. За минувшие сутки в области произошло 12 дорожно-транспортных происшествий. В них пострадали 16 человек. Вечером, примерно в 5.30, авария произошла в Шенкенте, на углу бульвара Кунаева и улицы Жандосова. Здесь столкнулись три автомашины. Volkswagen Passat, Skoda Octavia и Mercedes-Benz 190. Как рассказали участники ДТП, все автомашины двигались по бульвару Кунаева со стороны улицы Макарова, направляясь к проспекту Раскулова. Volkswagen двигался впереди, а за ним следовали Mercedes и Skoda. Столкновение произошло на пересечении бульвара с улицей Жандосова при смене сигнала светофора. Passat, водитель которого намеревался проехать перекресток, в последний момент решил все-таки остановиться. И в него врезался Mercedes, а в этот автомобиль Skoda, водители которых не соблюдали дистанцию между автомашинами. В результате этого ДТП никто серьезно не пострадал, но машинам нанесен серьезный материальный ущерб. По чьей вине произошло ДТП и кто возместит материальный ущерб, сейчас устанавливают дознаватели дорожной полиции. А спустя полчаса еще одно ДТП произошло также на улице Жандосова, но на пересечении с улицей Бауржана-Мамышулы. Здесь грузовик Ман, двигаясь по улице Жандосова, при повороте на Бауржана-Мамышулы, не рассчитав маневр, заехал правым задним колесом воры, в результате чего чуть не перевернулся. Его спас телеграфный столб, установленный вдоль дороги. От резкого крена у грузовика оторвалась будка и уперлась в столб. К счастью, в момент аварии никого из пешеходов рядом не было, поэтому обошлось без пострадавших. Из-за автомашины, перекрывшей пол трассы, образовалась длинная пробка. Спустя час владелец грузовика извлек автомашину, не привлекая к происшествию полицейских. Сотрудники Махтаральского РУВД по горячим следам раскрыли факт скотократства. В начале октября в это управление полиции поступило сообщение о возможной краже скота в одном из поселков района. Полицейские отработали полученную информацию и спустя несколько дней задержали с поличным краденой лошадью 24-летнего местного жителя. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские Махтаральского РУВД по дороге из поселка задержали подозреваемого, который успел загрузить краденую лошадь в автомашину «Газель» и попытался скрыться с места преступления. Задержанным оказался местный житель 1990 года рождения, неоднократно судимый за аналогичные преступления. В качестве вещественных доказательств полицейские изъяли у подозреваемого аркан лошадь и автомашину. Как установили полицейские, украденное животное не раз участвовало в Кокпаре и считалось одной из лучших лошадей в таких состязаниях. Похищенную лошадь стоимостью в миллион тенге, принадлежащую 39-летнему местному жителю, стражи порядка вернули законному владельцу. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 175 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Кража. Подозреваемый арестован. Ведется следствие. В настоящее время полицейские выясняют причастность задержанного к другим преступлениям. Всего же за 9 месяцев текущего года сотрудниками Махтаральского РУВД раскрыто 18 краж скота. Днем в 3 часа 10 минут на пульт 101 пожарных Казгурского района поступил звонок о возгорании в поселке Шарабхана. По словам вызывавших, здесь в одном из частных домов пожар разгорелся в сарае. На место происшествия выехали две спецмашины и 8 человек личного состава. По прибытию пожарные обнаружили, что огнем охвачено хранилище площадью 30 квадратных метров, где были сложены около 100 блоков сена. Пламя сотрудники службы пожаротушения ликвидировали в течение 30 минут, не дав огнем распространиться на соседние постойки. Сейчас специалисты отдела дознаний выясняют причины возникновения огня. По одной из версий, заготовленная трава могла загореться из-за химических процессов, происходящих в сене. Причем огонь возникнуть может в любую погоду. В этом происшествии никто не пострадал. Сумму ущерба устанавливают дознаватели управления ПЧС Казбуртского района.